приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 19 августа преображение господни или яблочный спас особо важный день преображение господни это праздник который отмечается цикловью в середине успенского поста на какой бы день он не выпал согласно уставу по положено послабление употребление рыбы и икры вина пищи с растительным маслом народе его называют яблочным спасом потому что на этот праздник принято освещать фрукты нового урожая в основном это яблоки но часто верующие приносят церковь сливы груши виноград кто-то даже несет арбузы преображение это торжество света священнослужители совершают богослужения белоснежных облачениях поэтому желательно чтобы и прихожане были одеты в белое евангельском чтении сказано что когда христос преобразился перед учениками на фаворе его одежда стала светлой как снег да и праздничные песнопения буквально проникнуты чем-то светлым и святым это поистине духовное торжество которое к сожалению понимают далеко не все для многих преображение это яблочный спас то есть надо купить фруктов и осветить их на самом деле величие праздника не в яблоках что принято делать посещать церковь поучаствовать богослужение поскольку это успенский пост многие исповедуются и причащаются ведь он длится всего две недели по сути преображение это единственный праздник в этом посту после праздничной литургии священник выходит во двор где служит молебен со священием принесенных плодов верующий как правило становится в круг и выставляют на специальной столике свои пакеты и корзинки особенно усердные прихожане присутствуют не только за литургии но и на всенощном бдении принимать гостей пусть это будут родственники близкие знакомые на яблочный спас старались посидеть за столом хозяйки пекли рыбные пироги запекали карпа или другую крупную рыбу на стол подавали много сладостей ковришки с маком шоколадная конфета мед нового урожая горячим блюдом традиционно считался постный борщ или щи разрешено выпить немного вина пообщаться если гость приезжал издалека как правило на богомоле его по возможности оставляли с ночевкой и всячески угождали ему в дорогу часто готовили шарлотку или яблочные пирожки некоторые хозяйки даже приступали к приготовлению варенья и свежих фруктов угощать освященными яблоками всех желающих в каком-то смысле слова это обмен похож на пасхальный когда верующие дарит свои крашенки а взамен получают чужие но на преображение яблоки обычно раздают детям и не имущим с просьбой о молитве считается что если помолится ребенок или нищий то бог сразу услышит и разумеется простит все грехи их благодетелю если подарок был сделан искренне существовало по вере что раньше 19 августа есть плоды нового урожая нельзя это большой грех также на преображение обмениваться сувенирами любыми перед праздником в доме обязательно нужно прибраться в первую очередь это касается старых и ненужных вещей которые к сожалению часто хранятся и не используется надо выбросить все сломанные испорченные разбитые в частности зеркала тарелки и чашки деревнях есть традиция на яблочный спас отправляться на кладбище чтобы навестить близких и оставить на могилах по одному освещенному яблоку что нельзя делать на преображение регистрировать брак венчане разрешены только после успения а во время постов свадьбы не играют считается что если молодые все-таки пожениться то их счастье будет недолгим заниматься финансовыми делами это следует отложить на будни а великие праздники лучше отдохнуть купаться с этого дня уже становится прохладно купающийся может простудиться заболеть веселиться без меры застолье стараются не затягивать потому что все-таки преображение выпадает на пост посиделки проходят скромно строго с благоговением и неторопливыми душеспасительными беседами никаких танцев развлечений песен особенно серьезный запрет связан с употреблением алкоголя традиционно выпивали по рюмке красного вина и это считалось достаточным заниматься физическим трудом как и на все праздники на яблочный спас не стирают не убирают и даже не готовят все кухонные дела хозяйки заканчивают накануне чтобы можно было только разогреть и подать также не разрешается вышивать шить вязать и вообще заниматься рукоделием ругаться скверно словить такой светлый праздник это не просто грех на настоящее бога отступничество недопустимо отказывать милостыни просящему поэтому верующие обязательно берут с собой в церковь побольше мелких монет кто-то заранее запасается небольшими пирожками чтобы раздать их нищим а также яблоками считается что если преображение отказать милости то скряга сам попадет в аналогичную ситуацию будет вынужден просить и побираться за свою жестокость и немилосердие народные приметы жарко и солнечно зима будет сухой практически без снега чистое небо без заблоков в декабре и январе будет морозно дождь осенью ожидается сырость а зимой будет снежно какая погода на преображении то же самое ждать и осенью сильный ветер к ненастному октябрю и суровому ноябрю много скворцов на деревьях зимой будет холодно пожелтели листья осень придет раньше обычного приглушенные звуки ночью хорошая погода будет до конца летом что касается примет связанных с урожаем то здесь есть свои нюансы например если до преображения яблоки сгнили то следующий год в этом плане ожидается тяжелым и неурожайным если хозяева не успели убрать зерновые то осенью зимой их ждут серьезные денежные потери и убытки если в праздник человек укусила пчела это к скорым гостям если девушка увидела рядом с домом ласточку это плохая примета которая предсказывает ей расставание с любимым человеком если к окну прибился голубь это наоборот хороший знак это говорит о том что девицу скоро засватывают яблони считается поистине волшебным деревом покровителем если она растет возле дома это фактически богословение свыше потому что дерево привлекает удачу успешность и достаток но можно сходить парк или лес найти там яблоню и попросить ее помощи и покровительство традиционно она помогает девушкам и женщинам в личной жизни а мужчинам финансовой сфере надо подойти прикоснуться к дереву и сказать яблонька дай мне сил постоять так какое-то время после чего спокойно уйти популярен обряд на сохранение молодости и красоты для него надо взять 12 разных яблок красных зеленых желтых после заката положить чистую воду при этом говорить яблочко ты ко мне красу притяни пусть отступит старость истина в течение двух недель просто съедать по одному яблоку еще один ритуал на 19 августа это снятие негативы с квартиры или дома к сожалению в каждом помещении периодически накапливается плохая энергетика причиной тому могут быть ссоры недопонимания также чужая зависть магическое воздействие сглаз проклятье под код берется одно священное яблоко и свеча из церкви фрукты разрезается на две части а свечка ставится под свечник зажигается вырезать середину после чего обойти квартиру со свечой дождаться пока она догорит собрать воск поместить его в яблоко поместить его специально пакет и закопать тихом уединенном месте любовные ритуалы наверное они наиболее популярны среди девушек желающих выйти замуж или что-то узнать осуженно например для привлечения парня который нравится нужно помыть яблоко вытереть его и положить под подушку произнести наговор с просьбой чтобы суженный пришел кто приснится тот и будущий муж если во сне никого не было надо угостить фруктом кого-нибудь нуждающегося чтобы в паре была взаимная любовь девушка должна уединиться взял с собой яблоко нож свечку разрезать пол и перстень разрезает плод кладет центре кольцо поджигать свечку и читает кольцо суженого при тени яблоком при мании надо чтобы свечка догорела а фрукт с кольцом прячется в окромном месте если он высохнет и значит все проведено правильно и мужчина скоро появится если сгнило то ближайшее время никаких женихов не предвидится если чаю хочет чтобы на преображение сбылось его желание он должен съесть освещенное яблоко и сказать пусть моя заветная мечта сбудется гадание на яблочный спас понятно что практически все вопросы так или иначе связаны с использованием яблок поэтому специально готовиться не нужно достаточно просто взять с собой несколько фруктов причем они могут быть как освещенные в церкви так и нет все зависит от того гадания которое выбирается есть некоторые известны на любовь надо взять несколько яблок положить их ведро с водой далее отвернуться и не глядя зачерпнуть ковшом если попалось четное количество яблок значит любом вопросе все будет замечательно взаимность понимание уважение а если нечетный в данный момент не до этого возможно что-то поменяется позже но сейчас если человек одинок ему не стоит идти против судьбы а если он спрашивает про кого-то конкретного парня или девушку значит отношение пока не сложится на замужество интересное гадание которое лучше всего проводить компании девушки интересуются кто из подруг раньше всех выйдет замуж для чего выходит во двор и разводит небольшой костер у каждой девицы должно быть собственное яблоко необходимо пометить его каким-то знаком подписью наклейкой и так далее затем девушки подвешут свои фрукты над огнем и начинают вращать чё яблоко упадет первым то и станет той самой согласно поверим в каком порядке фрукты будут падать также подружки будут ступать в брак а вот если у кого плод от так и остался висеть это плохой знак девушка долго не сможет выйти замуж а возможно и вообще никогда не станет ничьей женой на богатство тоже популярные гадания главное актуальны гадать могут все желающие берется яблоко и бросается вверх зависимости от того куда она упала и следует понимать предсказание судьбы если она упала слева от гадающего то ближайший год он точно не разбогатеет наоборот даже может в чем-то нуждаться если справа это хороший знак говорящий о скорой большой прибыли это может быть и прибавка к зарплате и переход на новую должность и наследство и выигрыш упавший в центр яблоко к потенциальной опасности человеку надо быть осторожным и не связываться с кредитами и прочими необдуманными тратами могут появиться долги вот таким образом праздник преображения господня богат на традиции ритуалы гадания и народные приметы это настоящий праздник лета когда вокруг жарко немного фруктов и ягод и